Итак, все еще продолжается воскресенье. Я записываю данный видеоролик после обзора ММВБ на предстоящую торговую неделю. Я бы хотел в данном видеоролике с вами обговорить ситуацию на товарно-сырьевом рынке, по рынку нефти, золото, серебро, плать, напалладий, природный газ, меди и ряд прочих сырьевых товаров в том числе. Затронуть аспекты макроэкономики и, соответственно, затронуть аспекты фундаментальных факторов, которые так раньше будут влиять на те или иные инструменты в пользу дальнейшего роста. Смотрите, начну я изначально с макроэкономики, непосредственно с дальнейшей политики Федеральной резервной системы США. Смотрите, почему именно 2024 год ознаменуется для ФРС с запуском печатного станка в виде программы КУЕ и снижения ключевой ставки? Данный пост я написал еще 20 июля на нашем телеграм-канале Биржевик Акции, где 63 182 подписчика. Ссылку на канал можете в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канала, пункт А телеграм-канала про рынок акций. Подписывайтесь. И знаете, я бы хотел обсудить данный вопрос вместе с вами и озвучить свои мысли. Почему именно 2024 год окажется во власти стимулирующих мир? Господа, смотрите. Вся нынешняя мировая экономика – это критная пирамида. Долгов расплодилось в момента развала Советского Союза очень много. Кредитная масса многих стран превышает макроэкономические показатели долг ВВП выше уровня 150-185%. Это критические цифры. Таким странам, которые данный макро-показатель имеет, им проще объявить дефолт, чем оплачивать долги. Соответственно, и при желании многие западные и восточные страны объявить дефолты могут. Это подчеркиваю. В частности, ряд стран Европы – Греция, Франция, Италия, Испания и прочие в этом духе. Что за собой запустит процесс цепочки реакций в виде развития нового витка кризиса капитализма под названием «Великой депрессии 2.0». Учитывая все эти факторы, а также беря в учет то, что Штаты умудрились поднять планку госдолга, то несложно предположить, что государственный долг США и дальше будет подниматься к уровням 40-50 трлн долларов. К тому же, по последним данным, с момента поднятия планки государственного долга, несколько месяцев назад, госдолг уже вырос на 1 трлн долларов. И данные цифры довольно критические. Тем самым, чиновники ФРС прекрасно понимают сложность выхода мировой и общезападной экономики и столь тяжкого кризиса капитализма. И тем самым, эти проблемы вынужат их принимать радикальные решения в пользу стимулирования экономики. К примеру, уже на днях были словес-интервенции Банка Англии, где чиновники сообщили, что они не могут исключить, что в следующем цикле ставка вернется к нулевой нижней границе, то бишь к концу текущего года, так как Банку Англии нужен запас для нового запуска программ печатного станка, запуска КУЕ. И вот та же самая информация у нас будет изливаться из уст главы ФРС США Джерома Паула. Запомните одну простую вещь, господа. Мир обречен на рост долговой массы и впоследствии к серьезному и тяжкому кризису капитализма. Мы идем к Великой депрессии на раз и два. Об этом много раз говорил и озвучу еще раз. Тем самым ключевые ставки западных ЦБ перед Великой депрессией будут брезны нулевых значений. Как следствие, страны Запада будут запускать программы КУЕ, печатного станка, стимулирования. Денежная масса будет расти, соответственно, инфляция будет в мире расти за счет фактора обвала индекса доллара. У нас продолжится тотальный рост цен на сырьевые товары, драгопром, металлы. Инфляция в мире будет зашкаливать. Это неизбежно. Мы к этому хорошо идем. И в конечном итоге все производные от сырья активы, недвижимость, металлы, автомобили, техники и прочее в этом духе, оно будет дорожать за счет фактора роста на сырье. Вы это понимаете. А фиатные, то бишь бумажные деньги, рубли, доллары, евро и прочее, оно будет обесцениваться. И, на мой взгляд, что первые весточки этих проблем мы будем наблюдать уже в конце текущего года. То бишь с осени. Проще говоря, с четвертого квартала. И вот, в принципе, словесная интервенция главы Центрального банка Англии. Четвертый пункт. Его цистата. Мы не можем исключить, что в следующем цикле ставка вернется к нулевой нижней границе. Нам нужен запас для запуска нового КУЕ. То есть нас гонит под Шкерман к количественному смягчению. 24-й год ознаменуется данной программой монетарного стимулирования. Соответственно, с чем сырьевые товары будут растить дальше. И знаете, с точки зрения макроэкономики, я бы хотел еще озвучить пару мыслей касательно рынка нефти в том числе. Как вы уже знаете, исходя из наших прежних макроэкономических материалов по рынку нефти, в США имеется один единственный и последний нефтегазоносный бассейн. Это Пермский бассейн по добыче нефти. И в данный момент нефти в этом бассейне добывается больше, чем в Саудовской Аравии на ежегодной основе. Причем на текущий день этот бассейн базируется в двух районах США. Это районы Леа и Эди в Пермском бассейне. То есть у нас по факту штат Нью-Мексико. Вот он проходит. Эди, Леа. Все, что идет на Техас, это еще не открытое так называемое место рождения. Ну и по факту они вряд ли будут открываться, потому что инвестиции в нефтегазовое отрасль США довольно сильно сокращаются. В пользу возобновления кусочков энергетики, это подчеркиваю. Так что вряд ли новые нефтегазовые месторожения будут открываться в этом районе. И соответственно запасы нефти в Пермском бассейне тоже сокращаются. Они сокращаются уже к концу текущего десятилетия. Поэтому штаты обречены в дальнейшем покупать нефть у стран ОПЕК, у стран входящих в такую организацию, у стран не входящих в ОПЕК и прочие в этом духе. И как следствие, и это подчеркиваю, господа, как следствие, мы обречены увидеть тотально растущий спрос на нефть со стороны американцев. И увидеть тотально растущий спрос на ряд прочих сырьевых товаров. С точки зрения макроэкономики в виде обвала индустрии доллара и с точки зрения спроса на эти сырьевые товары. Растущего спроса. И данную информацию по нефтегазоносному бассейну в Пермском бассейне США я опубликовал в нашем телеграм-канале Биржевико-сырьевой рынке 27 тысяч 8 подписчиков. Ссылка на данный канал имеется в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канала. Пункт Б. Телеграм-канала про сырьевой рынок. Рекомендую подписаться. Соответственно, если мы с вами перейдем на нефть марки Brent, мы идем на штурм уровня по факту 84 доллара за баррель. Я об этом много раз говорил. И мы сразу что из текущего боковика диапазона 71-76 мы будем ходить именно вверх на уровень 84-85, а потом на уровень 90. Господа, смотрите. Вся вот та вакханалия шушера, которая происходит в макроэкономике сейчас во всем мире, нас приведет к депрессии мировой. Но перед депрессией будет растущая инфляция на факторе обвала индекса доллара. Я к чему все веду? К тому, что нефть у нас в такой соцполете выше 100. Я об этом во много раз говорил. Еще раз говорю, чтобы вы это помнили. Выше 100. Это рост инфляции будет, рост стоимости на бензин и прочее в этом духе. Но, подчеркиваю, чтобы свои кровные деньги сберечь, вы можете рассматривать как вариант сырьевые товары, либо производство сырьевых товаров, типа недвижимость, автомобиль, драгопромметалл и прочее в этом духе. Либо живые доли в бизнесах, то есть физмат-активы. Поэтому по рынку нефть будем ходить с вами скоро на уровень 88. Вот он, серьезный уровень сопротивления проходит. Потом к уровню 97, дефис 100. По природным газу будем аккуратно в средние сроки входить к сопротивлению. Диапазон ЕМА-50, ЕМА-200. 4,05. Это неизбежно. По пшену выходим в скором будущем на уровень 801, дальше на 933. По никелю, углю, алюминию все идет выше. Тем более все эти сырьевые товары, они в мире активным спросом пользуются. Поэтому цены на это сырье тоже в процессе будут расти. Подчеркиваю, в первую очередь, за счет фактора обвала индекса доллара. Далее Драго Про Металлы. Золото у нас идет к уровню 2000 долларов 80 центов. Но по меньшиному графику мы в скором времени будем пробивать данный ценовой потолок. Вот этого уровня. И выходить на сопротивление 2500. Так что у кого имеется данный металл, держите его дальше. По серебру тоже в скором времени будем штурмовать данный ценовой потолок в 29 долларов за унцию. И выходите вверх на 45.50. По платине та же самая картина. Выходим изначально в среднем сроке на верхнюю грани боковика 1140. Потом выходим на уровень 1400 и выше. Поза у меня по серебру, по платине, по палладию имеются. Среднесрочная в рамках нашей среднесрочной позиции редакции группы каналов Биржевик. И также по палладию у нас цели, как говорится, здесь повыше. В диапазоне район уровней 2000 долларов за унцию. Это только первые уровни. Так что, господа, я вам сейчас обосновал весь макроэкономический анализ. Включая в себя фундаментальные факторы, макроэкономические в виде индекса доллара и прочего в том духе. Самое главное помните, что спрос на сырье будет расти дальше. И главное, вы должны понимать в адрес металлов, что эти же металлы, они сейчас добываются в массе своей меньше, чем это было раньше. Это подчеркиваю. Меньше, чем это было раньше. И удерживать стоимость на сырьевые товары лишь путем печатания бумажных контрактов, деривативов на рынке, не получится долго. Когда этот бак у нас обвалится вниз, у нас будет катастрофический рост спроса на эти сырьевые товары. И вы сами понимаете, чем это приведет. К витку инфляции, кроссы на сырье. И мы это с вами заработаем. Деньги, я имею ввиду. Но, повторюсь, инфляционная проблема будет ужесточаться. Монетарная политика 2024 года в ряде центральных банков Европы, Америки, Британии, Японии. Она будет смягчаться, чтобы приводить к дальнейшей девальвации их национальной валюты. В общем и целом, мы идем с вами четко по тому анализу, который я вам озвучил неоднократно по рынку сырья. Да, постепенно будем тоже по этим металлам расти, по широкому сырью тоже будем расти. Поэтому, у кого имеется позиция в платне, паладе и серебре в среднем сроке, там не важно, спекулятивный формат среднесрочный, либо инвестиционный среднесрочный формат роли не играет. Их надо держать дальше. Я их удерживаю, редакция наша удерживает. И если у нас серебро в инвестиционном порядке, мы ее докупаем, покупаем, пока такая возможность есть, то металлы в виде платной палады у нас в спекулятивном порядке находятся. То бишь, по мере роста мы будем продавать, фиксировать по ним прибыль. Поэтому, господа, готовимся к новому витку инфляции, к серьезному снижению индекса доллара. Потому что скоро будет тоже сзади ФРС, где Джером Пауэлл в среду, я полагаю, озвучит следующие мысли, что, мол, инфляция хоть и снизилась по некоторым секторам экономики, но он будет на что давить? На то, что как бы ставочка достигла своего потолка. А когда рынок это услышит, что мы получим на выходе правильно? Мы получим, что инвестиционный бакс будет падать, по простыми словами. А цены на сырье будут расти. В общем, будет ротация капитала из сектора в сектор, из актива в актив. В общем и целом, мои мысли вам понятны. Поэтому я вам рекомендую подписаться на все наши медиа и ресурсы. В описании под каждым роликом они имеются. Первый пункт биржевых бот. Наш официальный тиграм робот для входа в платный канал. Также у нас имеются публичные каналы. Пункт А. Про рынок акций. Б. Про сырьевый рынок. В. Про облигации. Г. Про банксеттер и рынок недвижимости. Также у нас имеется Канта-группа, Яндекс.Зен и Рутюб канал в том числе. На эти ресурсы вам рекомендую подписаться, чтобы быть в курсе всех событий. Информация, которая уходит там, с задержка во время поступает на YouTube. И помните, что мы все обречены на прибыль, решаемые грамотные стратегии, наши главные союзники. На этом, господа, все. Делайте правильную ставку на грядущие инфляционные тренды. Всем вам доброго!